Те из мам, которые уже имеют водительские права, в эти дни участвовали в конкурсе «Мама рулит». Викторину с таким названием в течение недели проводили сотрудники радио «Наринмар-ФМ» и отдела ГИБДД по Ненецкому округу. Несколько дней в прямом эфире активные мамы и папы боролись за главный приз – детское автокресло от спонсора магазина «Карапуз». Слушатели радио «Наринмар-ФМ» в течение недели отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения в прямом эфире. Звонков было очень много. Чтобы стать первым, нужно было дать правильные ответы на большее количество вопросов. Главная интрига награждения – кто же станет победителем викторины? Ведь на это звание сразу три претендента – Виктор Карманов, Оксана Чупрова и Ольга Пахарчук. Они правильно ответили на пять вопросов. Организаторы решили проверить, кто из самых знающих, еще и самый удачливый, и предложили вытянуть жребий. Пожалуйста. Сейчас мы узнаем обладателя второго автомобильного кресла. Так. Обладателем стал. Еще одно автокресло стало подарком для победителей творческого конкурса. Слушатели присылали свои рисунки, поделки, слоганы и стихи по теме безопасности дорожного движения. Все работы были разделены на три номинации. Рисунок «Правила дорожного движения глазами ребенка», «ПДД в стихах» и «Поделки безопасности на дорогах». В каждой определили победителей. Нина Сумарокова заняла второе место в конкурсе поделок за почтальона «Далматинца» из пластилина. Он едет отвезти почту. Он присылал ремнем безопасности, и он соблюдает правила дорожного движения. Победили в конкурсе поделок Арина Леонтьева и ее мама. Первое место им присудили за макет с улицы с проезжей частью. Мы здесь сделали перекресток. У нас тут три автомобиля. В том числе и наш личный автомобиль. Вот он у нас в реках. Работ очень много, и все они заслуживают внимания. Конкурсное жюри даже учредило специальную награду – за креативность. Получила ее маленькая Катя. За рисунок, выполненный необычным образом. Я шила, а потом рисовала. А вот обладателем детского автокресла стали Олеся Канева и ее мама Наталья. На суд жюри они представили стихотворение, которое сочинили специально для викторины. Стихотворение не очень сложно, потому что в школе чтенька мы с дочкой сочиняем стихи. Сотрудники ГИБДД по Нининскому округу отметили актуальность и творческий подход слушателей к сочинению стихотворений, а также грамотность участников дорожного движения. Очень рады тому, что в данной акции приняли участие много людей. Откликнулись как мамы, так и папы, так и их дети. То есть получается, что наша акция состоялась благодаря такому количеству участников. Очень много правильных ответов давали в эфире, что тоже приветствуется, что граждане наши знают правила, не забывают их. Детское автокресло – незаменимая вещь для семьи, в которой есть дети. Ведь за его отсутствие инспекторы ДПС выписывают водителям штрафы. Средняя цена автокресла – 6 тысяч рублей. Это примерно два штрафа за его отсутствие. Организаторы викторины «Мама рулит» благодарят спонсоров магазина «Карапуз» и «Форсаж». Помимо сладких призов, дети, которые участвовали в нашем творческом конкурсе, получили сувенирную продукцию от нашего телеканала и специальное приспособление для защиты пешеходов в темное время суток. Это вот такой вот светоотражающий браслет и значок для пешеходов. Надежда Литкова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Мама рулит!